Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами сравнивать две совершенно разные гитары, но они обе восьмиструнные. Это Ibanez и Org Sound. Первая наша гитара это Org Sound Jonny Tell D8 от нашего отечественного производителя, а вторая гитара Ibanez RG8. Итак, все что их связывает, это то, что у них пассивные датчики и то, что они восьмиструн. И все. Сделаны они совершенно по-разному, как вы можете заметить, например, на Ibanez. Вот такой у нас гриф на болтах. Они сделаны совершенно из разного дерева. Давайте пройдемся по характеристикам. DECA сделан из Mahagonia, трехпозиционный переключатель такой же стандартный, Tembro Blow, тон, ручка громкости, пассивные звукосниматели, гриф сделан орех и клен, накладка у Ibanez JaToba. Отличие, опять же, здесь не супер тонкий гриф, например, как на Johnny Tell, но в целом он тоже очень удобный, потому что, как вы поняли из предыдущих моих видео, что я не люблю жирный толстый гриф. Я люблю, когда они тоненькие, аккуратные и удобные держать в руках. Здесь он, конечно, потолще. Потолще его это все чувствуется, в отличие от Johnny Tell. Там прям супер тонкий гриф, я вообще от него кайфую. Могу вам наперед сказать, что разница в звукоснимателях у этих гитар очень-очень большая. Сегодня мы вместе с вами будем сравнивать звучание этих гитар и их отличия. Я буду использовать все стандартные пресеты прям китайского процессора NUX MG200. Я ничего не буду крутить, накручивать, все как есть, так я вам и передам. Я ничего сверху накладывать вам не буду. Я просто поиграю вам на стандартных пресетах китайского процессора, который я использую на концертах. Он мне очень нравится. Прям все, что мне нужно, в нем, в общем, есть. Я не использую кучу педалей, там еще что-то. Какие-то эффекты я дорабатываю уже в давке, потому что концерты мы играем через давку. Вот такое открытие. Может быть, не для многих, но для кого-то будет открытием. Это очень удобно, потому что в итоге ты собираешь хороший звук, его ты можешь записать, плюс плейбэки запустить и так далее, и так далее. И очень удобно то, что ты можешь допилить звук идеальный на выходе. Уже получить просто отдать звукорежиссеру две сопли, стереопару, и он не будет мучиться с придумыванием и крутить какие-то ручки, чтобы все звучало хорошо, потому что из формы сигнал он уже получил прекрасно. Но в этом видео мы с вами этим заниматься не будем. Мы просто напрямки будем с вами играть и слушать, как все звучит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда появился Джонни Телл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok